Целая часть, причем целая часть бывает двух видов, бывает нижняя целая часть, бывает верхняя целая часть и дробная часть. Ну и еще заодно давайте поговорим расстояние до ближайшего целого числа. Y равняется целая часть X. Что это такое я потом буду говорить? Второе. Y равняется верхняя целая часть X. Третье. Y это дробная часть X. И четвертое. Ну здесь такая неприятность. Есть разные версии того, как ее называть. Давайте я вот так ее напишу. Не уверен, что это общепринятое значение. Но давайте сегодня это у нас будет так. Расстояние до ближайшего целого числа. Ну то есть определение? Нет, не определение. Четыре графика. Вот мне интересно, насколько долго вы будете путаться. Итак, требуется нарисовать четыре картинки. Четыре графика. Первый это целая часть. Да. Третье единицы. Слушайте. Вот так? Ну, почти верно. Но это фантастика. Это очень хорошо. С первого раза. Правильно. Вы забыли для отрицательных X. Нет, я сижу. Ага, упс. А для отрицательных X целое число получается? Целая часть. Целая часть, она какая-то другая. Замечательно. Сядьте, подумайте. Он все абсолютно замечательно нарисовал, когда X не отрицательное число. Смотрите, какая идея. Если X это, например, 7 десятых, то целая часть 0. X это одна десятая. Целая часть 0. Все время здесь 0. X стало равно единице. Целая часть рывком заменилась на единицу. И потом постепенно их увеличивается. Она все еще единица, единица, единица. То есть прыжки в каждой точке, где X натуральное число. В точках 1, 2, 3, 4 функция рывком увеличивается на единицу. Вот этот кружочек означает, что вот этой точки на графике нет. А вот эта точка на вот есть. Все хорошо. Для отрицательных что будет? Да. Для отрицательных, я думаю, будет... Вот. Вот, 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 да. Был такой замечательный математик Ленинс. Один из создателей дифференциального и интегрального исчисления. Он все эти формулы придумывал. Очень многие из них были правильные. Вот, есть математический анализ. И прямо сейчас так и говорят. Математический анализ и Ньютона, и Лейбинца. И вот, в какой-то момент Лейбинц задумался. А вот интересно, производное произведение двух функций, она равна произведению производных или не равна? Задумался. Задумался. Размышлял. Писал разным людям об этом, спрашивал. Почему-то вещь такая простая, как взять и посчитать, ну, в голову ему пришла. Через некоторое время, правда, все-таки пришла, и он понял, что вовсе не равна. Там есть, нет, другое правило для дифференциального произведения. У вас то же самое. Вы сейчас рассуждали из соображений, что называется, красоты. Вот вам показалось, что было бы здорово, если бы график был симметричным. Ребята, на самом деле, то, что люди хотят красивого, это замечательно. Это общая идея, что все в мире должно быть вот так симметрично, гримонично, замечательно. Только это неверно. Для того, чтобы понять, верно это или неверно, то есть объяснить вам, почему это неверно, я не знаю, правильную картинку. Давайте все-таки зададим себе вопрос. А по определению, что такое целая часть? Потому что замечательно, конечно, рисовать график, но определение еще не прозвучало. Итак, у вас есть некоторое число x. Что такое целая часть x? Это ближайшее наименьшее целое число от x. Что такое наименьшее? Ну, число, левее по числу прямой. Соответственно, у меня это... Ближайшее натуральное число... Покажите, покажите. Ну, короче, прям здесь, да? Зачем? Ну, в новую прямую наименьшее число. Вот здесь число прямое. Где-то и там есть число. Например, 2020,74. Вот есть такое число. 2020,74. Есть такое число? Да. Есть, отлично. Что же такое у него целая часть? Целая часть? Ну, это 2020. То есть, вот это много здесь, а где-то здесь у нас будет число... Да. Целая часть у него это 2020. Это правда. Теперь вопрос. А что такое... Чем является 2020 для этого числа? Ближайшее... Ближайшее... Ближайшее целое число... Которое меньше... Которое меньше, чем... Которое меньше. Меньше. Либо равно. Меньше, либо равно. Меньше. Спасибо, все правильно. Вот у нас есть само число, а вот тут целая часть. У нас должно быть так. Число должно быть больше или равно, чем его целая часть. И меньше, чем его целая часть плюс один. И при этом вот это число должно быть не просто, а обязательно целое число. Ну и плюс один, как что же? Целого числа, где это целое. Хорошо. Как по-английски будет целая часть? Фулл это не целое. Ну хотя... Хотя полное, нет, это целое, вообще, конечно. Ну вообще-то целое это... Знаете, где целое? Топ. Надо мне кусочек. Нет, целое, в смысле не разрезанное, это совсем другое. Нет, нет, слово целое, оно по-русски довольно многозначное. Нет, нет, не о том сковоры. Что? Фулл бард. Не слышу. Фулл бард. Ну, явно. Вы же чувствуете себя не так. Правда? Как называть по знакомому, который мы точно знаем, но тупим сейчас? Вот. Абсолютно по знакомому. Ребята, до этого невозможно догадаться, если ты не знаешь. Но зато после того, как вы это узнаете, это становится абсолютно понятно и естественно. Фулл. А, но логично. Пол, нужно себе представлять, что у вас число, что называется, опирается на целое число. Понятно, да? По-русски это пол. А по-русски целое число. Ну, в смысле, и обычный пол это тоже так будет? Кстати, иногда уже догадаетесь, а как будет по-русски ветое целое число. По-русски потолок. По-русски никогда не говорят потолок. Говорят, верхняя целая часть. Понятно, не знаю, это целая часть. Целая часть и нижняя целая часть, это одно и то же. Так, пока все понятно? Давайте я все-таки напишу, кроме этого неравенства, вот такую формулу. И прошу вас ее переписать. Итак, целая часть, это, ну, во-первых, это то же самое, что вот это. Совсем то же самое. Вот, вот, писать так, написать так, одно и то же. Кстати, всем понятно, почему такое значение сохраняется, хотя, казалось бы, разумно имеется такую штуку для нижней целой части и, наоборот, вот такую с верхними палочками для верхней. Очень просто. У вас вот это и есть на компьютере. Понятно, да? А вот такой кнопки на компьютере, естественно, нет, потому что невозможно. Так вот. И что же такое? У нас уже было произнесено, я хочу, чтобы это было записано формулой. Итак, целая часть, это, да? Это меньше, меньше, это наименьшее. Наименьшее, точно. Не наименьшее, это ближайшее число. Как ни странно, это наибольшие из целых чисел, которые... Меньше, чем мы. Давайте прямо так и напишем. Наибольшее, это, естественно, максимум. Правильно? Наибольшее. Это наибольшее что? Натуральное число. Не видно. А, целое. Наибольшее целое число. Какое наибольшее целое число? Не превосходящее х. Абсолютно верно. Н меньше и равно х. И Н такое? Целое. З это... Целое. Целое число. Откуда пошла вопроса, все понимают? М. Как по-немецки будет число? Главное, что по-немецки есть число, оно начинается там после этого. Оттуда это и пошло. Так, а множество натуральных чисел, какой буквы обозначаются? Н. Н. То есть, когда положительные целые числа, это Н. Понятно, да? Откуда Н пошла буква? На анну. На анну, конечно. Ну, или natural number. Намбер, в любом случае, намбку Н. Так, послуха-то опять-таки, надо постепенно примыкать. Давайте я напишу. Что такое Z? Из каких чисел оно состоит? Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Все целые числа. И положительные, и отрицательные. Договорились? Так, что такое Н? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, конечно. Проблема, которая есть во Франции, с этим все знают? Ничего не знаю. Есть еще большое количество стран, ну, всякие там Франция, Португалия, в общем, огромный количество европейских стран, в которых принято начинать номерацию с нуля. И, соответственно, вот бывает, что некоторые люди сюда нолик вписывают. В русской традиции никакого нолика здесь нет. И если нужно, что вот вместе с нулем, то в России обычно пишут как-нибудь так вот, Н ноли, понятно, да? И ноль-то уже добавили. Н нолик. Да, вот что-нибудь такое. Вот, так. Все поняли? Все поняли. А если вы это поняли, будьте добры, я нарисовала правильную картину. Да. Не могу это сделать. Давай, пойдем. Молодец. Это просто лесенка. Бесконечная лесенка. Идея понятна? Бесконечная-бесконечная лесенка, которая... Все ступенки одинаковые. Абсолютно. Вот так вот они идут, идут, идут. Хорошо? Хорошо. Будете добры нарисовать график функции. Верхняя целая часть. А что значит верхняя часть? А правда, что значит верхняя целая часть? Да. Это наименьшее целое число, которое больше либо равно пиццу. Молодец. Итак, здесь палочки вверху пишут, да? Это есть абсолютно правильный. Наименьшее целое число, которое наоборот больше или равно чем х. Икс меньше или равно м. При этом оно целое. И вот из таких чисел надо взять самое маленькое. Так, господа, остались, пожалуйста. У меня большая просьба. Реально взять тетрадки и переписать. Те, кто сейчас не пишут, все-таки вот эти формулы. Напишите. Я абсолютно понимаю, что для многих из вас они, что называется, тяжелые. Что вы к такому не привыкли. Это я все понимаю. Дай, ребята, еще. Сейчас, секунду. От этого кружка, как, в общем, от любого учебы, у вас должно быть только радостное ощущение. Это вы все понимаете? Почему? Да. Нет, Игорь, ни в коем случае так напишите, пожалуйста. Игрик обязательно с хвостиком. Потому что иначе это слишком легко. Может быть, с футом. Нет. С хвостиком, с настоящим. Внизу, да, у хвостика должен нарисоваться. Крючочек. Крючочек такой. Потому что иначе, если шаг. Нет. Настоящий. Собачий, хвостик, или наотрошатель. Объясняю, почему. Потому что у нас слишком легко перепутать с четверкой или с чернигой. Понимаете? Вот. Получается, как правильно. Вот. Ответ неверен. Давайте. Оно должно выглядеть так. А для отрицателей все точно так же. И опять лесенка из отрезков, да? Да. В чем отличие от той лесенки? Во-первых, тут начинается единица, во-вторых кружок с другой стороны. Кружок с другой стороны. И большую часть времени на единицу выше. Да. Спасибо. А обсудим к чему? Ребята, дело в том, что если число х целое, то в таком случае целая часть и верхняя целая часть, это вообще-то одно и то же. Это само число х. Это всем понятно? Угу. А если число не целое, тогда что? Тогда оно не работает. Оно на единицу выше. Тогда целая часть меньше х, а х меньше верхней целой части. И верхняя часть и больше. И они отличаются на сколько? На единицу. На единицу. Отлично. Ну, давайте считать, что эти два пункта, которые мы прошли. И давайте теперь дадим определение, что такое дробная часть. Дробная часть – это целая часть и минус 1. Это остаток отделения на единицу. Слушайте, вы хорошо сказали. Остаток отделения на единицу. Это правда. А вы как сказали? Я сказала, что само число минус целое число. То есть не целое число, а минус целая часть. И вы тоже правы. Давайте я напишу вот эти штуки. Итак, что же такое дробная часть х? Это действительно остаток отделения на единицу. То есть что это означает? Это нужно из числа отнимать единицу до тех пор, пока это можно, пока не начинаешь получать отрицательный ответ. И другой вариант, то же самое сказать. Это надо из числа х вычесть целую часть. Так, господа, будем сюда только записать две формулы, а во-вторых нарисовать график. Дробная часть. Хорошо. Подождите чуть-чуть, эти переписать. Буквально чуть-чуть. И сразу потом нарисуйте этот график. График дробной части. Да, да. Единица. Да. Сторожно. Единица. Да, да. Вы абсолютно правы. Это надо взять кусочек прямой у равно х, только не всю прямую, а именно кусочек, от нуля до единицы. Причем у единицы дробная часть уже ноль. И вот эту штучку надо много раз нарисовать. Почему? Потому что когда к числу х припаяли, например, 2020, то от этого дробная часть совершенно не изменилась. Все понятно? Да. Так. Ну, контрольный вопрос. Чему равна целая часть числа пи? Нет, две руки это мало. Две руки тоже мало. Так, народ, опустите свои руки. Вот теперь, кто-то сейчас не поднял руку, кто-нибудь скажите. Целая часть числа пи. На всякий случай, пи это отношение длины окружности к ее диаметру. Да, пожалуйста. Это три целых. Это три целых. Хорошо. Так, все помнят точное значение? Ну, не точное, с большой точностью. Три запятая. Четырнадцать пятнадцать девинусто два шесть три. Ну и так дальше. Дальше. Отлично. Так, следующий контрольный вопрос. Целая часть минус пи. Это сколько? Целая часть числа минус пи. Так, две руки. Опять мало. Три, четыре, пять. Так, опять опустите любой человек, кроме вас. Есть? Кто-нибудь знает? Это нужно взять минус пи. То есть минус три запятая один четыре, один пять и так далее. И взять целую часть. Что же это за число такое? Да? Мне важно, что оно больше трех и меньше четырех. Правильно? Замечательно. А что это означает? Означает простую вещь. Пи больше трех, меньше четырех. Значит, целая часть сколько? Целая часть три. Три. Замечательно. А минус пи больше чего и меньше чего? Оно больше минус четырех. Нет, больше минус трех. Больше минус трех и меньше минус четырех. Вот это классно. Потому что, чтобы быть больше минус трех и меньше минус четырех, это невозможно. Это надо исхитриться. Такого числа у нас вообще нет. Давайте вспомним, как там число расположено. У нас есть где-то минус четыре, минус три, минус два, минус... Понимаете или нет? Ноль. Что расположено правее? Минус три или минус четыре? Минус три правее, а минус четыре левее. Так? А пи вот где-то здесь, минус пи точнее. Минус пи где-то здесь. Так, чтобы получить целую часть, вы должны от числа минус пи идти налево до ближайшего целого числа. И какое же там ближайшее целое число? Минус четыре. Значит, ни в коем случае это не минус три целого числа, а это минус четыре. Договорились? Договорились. Задам такой простой вопрос. Если взять... Слушайте, я не знаю. Минус верхнюю целую часть минус пи. Сколько будет? Что? Три. 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 Ваша версия? Тоже три. Три. Ну, хорошо. Кто-нибудь может объяснить, почему? Давайте. Не-не-не, выходите. Просто здесь у нас примерно половину уже все поняли, а половину еще не поняли. Надо, чтобы все поняли. Здесь минус три, здесь минус два. Ну, да, 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 понятно. Здесь находится минус пи, и справа от него стоит три. Минус три. Минус три. Значит, верхняя часть минус пи равно минус три. То есть вот это число, если про этот минус пока забыть, а смотреть только на вот это число, то это минус три. Да. Так, а минус минус три? Минус на минус дает плюс. Да. Значит, это получается плюс три. Значит, это равно трех. Теперь вы могли заметить, что когда я писал, я на самом деле сначала там написал не минус пи, а х. Итак, вопрос. Минус. Нет. Верхняя целая часть минус х. Это сколько? Так, три человека. Поняли? Это мало. Давайте вы. По-моему, это целая часть х. Отлично. А объясни можете? Ну, только если использовать пример, как? Ну, пример это пример, а вот как-то понятно объяснить. В общем виде. Если в отрицательных числах верхняя часть это вправо, то то же самое в положительных это уже влево. То есть получается... Верхняя. По сути, да. Дело в том, что... Что такое умножение на минус один? Это семетра. Что вы хотите? Я хотела еще сказать про верхнюю часть минус один это ноль. И получается вместо х. Нет, не надо. Там есть два случая. Есть целая, есть не целая. Это немножко по-разному. Не хочу. Я для любого числа хочу объяснить. На самом деле это в точности целая часть. И по сути, вот только нам предыдущий Радов сказал, это вверх. Ребята, что значит минус х? Вот давайте опираться. Вот здесь прямая. Здесь есть ноль. Вот где-то там есть х, а где-то здесь минус х. Согласны? Ну да, для начала х положить. Тогда что мы делаем? У нас здесь написано минус х. Вот минус х расположено между какими-то двумя целыми числами. Чтобы найти верхнюю целую часть, мы от минус х движемся куда? Вправо до ближайшего целого числа. Так? Да. Отлично. А потом мы вот это отражаем симметрично. Правильно? Да. И вверх превращается в низ. Правильно. При отображении у нас... Вот раньше было движение налево, здесь станет направо. Было движение направо от минус х к его верхней целой части. А здесь станет наоборот движение налево. И вот такая формула верна. Поняли? Минус верхняя целая часть минус х это целая часть. Хорошо. А если так? Минус целая часть минус х это будет что? Ну это то же самое сейчас. Нет, не то же самое. А, минус... Это тогда просто будет верхняя целая часть. Молодец. Это будет верхняя целая часть х. Там минус на минус дает плюс и... А право меняется налево. Да, право на лево. Отлично. Так, дошли до четвертого кубка. Кто нарисует? А четвертый кубок, это еще раз что? Расстояние до ближайшего целого числа. 0,5 мы куда? А расстояние и до нуля, и до единицы одно и то же. Мы же измеряем не само ближайшее число, а расстояние. А, расстояние. Давайте я напишу творческую формулу. Я знаю. Сейчас, 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 не тропитесь. Пожалуйста, не тропитесь. Что такое по определению расстояние до ближайшего целого числа? Это минимальное... Так, расстояние между числами, это, вообще-то, надо взять их разности и отрочить так. Правильно? То есть, надо взять такую величину, x-n, где n любое целое число. Вот это по определению. Пожалуйста, вам система координат. И нужно... Да, кстати, расстояние никогда не бывает отрицательным. Поэтому я не случайно нарисовал так, что для отрицательных игр, в общем-то, не хватает места. Потому что они просто не понадобятся. Ну, тут получается так, что... А, ну, тут просто так... Да? А, нет. А, нет. Садитесь, подумайте. Да, что-то не так случилось. А, нет. А, нет. Так он идет. А вот здесь. А дальше? А дальше? Да, получается. А дальше здесь. Стояние там неважное. Типа. Конечно. А, да. Между нулем и единицей, как только нарисовали... Так, дальше можно просто этот повторять сколько угодно раз. Пожалуйста, все нарисуйте в тетради. Такая вот... Здесь, разумеется, каждый раз выходим на уровень 1,2. То есть, если вы берете число 1,2, то от него и до нуля, и до единиц одинаковое расстояние. Понятная идея, да? То есть, как только вы берете, не знаю там, 0,7, то расстояние это 0,2. То есть, смотрите. Давайте я напишу. Вот эта штука, если х от нуля до 0,2. А это третий или четвертый? Четвертый. Вот этот. Подождите. Третий это была дробная часть. Это разница. Это была такая... Помните? Отрезок повторенный бесконечно много раз. А можно еще соединить? Да. Да. Вот здесь единицу. Потому что, когда дробная часть, то она увеличивается, пока число движется. И она, заметьте, разрывная. То есть, здесь происходит скачок. У вас есть 0,99, дробная часть – это 0,99. А дробная часть этой единицы – это резко уже 0. Мы не нарисовали, что ли, за нуля? Нарисовали. Нарисовали. Так. А здесь, заметьте, здесь непрерывная. Здесь нет разрывов. Здесь никаких скачков. Почему? Потому что, вот, х на этом отрезке. Дальше. Единица минус х. Если х между одной второй и единицей. Ну и там дальше периодически повторяете. То есть, если вы увеличиваете х на целое число, то от этого ничего не происходит. Так. Ну что, господа? С этим что-нибудь понятно? Понятно. Понятно. Хорошо. Я задам вам еще один вопрос. На самом деле, тренироваться тут надо, конечно, не пять минут и даже не два часа, как мы сегодня. Вообще, функций много бывает самых разных, интересных и так далее. На самом деле. Итак. На самом деле. Опять. На самом деле. Продолжение следует...